ВИДЕЛИЦ Население Беларуси почти 10 миллионов человек. Половина из них называют белорусский язык родным. В повседневной жизни на нем говорят единицы. Слово «хлеба» на улицах Витебска перевести не смог никто. Культурная столица, родина Марка Шигала и место проведения фестиваля «Славянский базар». Сюда часто приезжают россияне. Закупиться вкусной сметаной, творогом и другими белорусскими продуктами, навестить родственников и просто отдохнуть. Отец Константина Новикова – российский военный. Он женился на белорусский и переехал в Витебск. В семье все говорят на русском, кроме самого Кости. Мы живем в российской информационной просторе. У нас люди часто не отшиваются того, что мы в инших краях. Не только я буду таким диким националистом, я нормально ставлюсь до всех остальных. У меня есть меры сахов. Я бачу, что вся белорусская культура может изникнуть, когда я все забудусь. И она не такая мощная, как соседская культура, как российская, польская, а вот украинская. Все одно белорусская культура. Лет в 15 Костя с друзьями создал музыкальную группу «Тень». Пели и на белорусском, и на русском. После школы группа распалась. Теперь Костя учится в Минске на программиста, а вокалистка Алина собирается стать филологом. В быту говорит по-русски, но к родному языку у нее особое отношение. Белорусский язык – это все-таки не школьный предмет, а это состояние души. Из 48 школ Витебска нет ни одной белорусскоязычной. В старших классах всего по одному часу родного языка и литературы в неделю. Учитель Элла Коржицкая обеспокоена такой ситуацией. Семый класс годины уже сменьшаются. Ну и ясно, что дети тебе родей бачут, и уже так, ай. А у старейших классов ситуация на уху такая злостная. Одна година мовы и одна литература. И как бы, ну, я думаю, как это, коли дети тебе не забывают за тыди, не то добро. В семье Коржицких родители говорят на белорусском и дома. А их сын Якуб, по-видимому, растет билингвым. Уже в два года освоил оба языка. А ты... А ты... Детские книги на МОФе приходится заказывать по интернету. В местных книгарнях выбор невелик. Элла хочет отдать сыну в белорусскоязычную группу детсада, а преподавание родного языка в школе можно было бы и улучшить. Ну, так пафосно скажу, святый обовязок наставника белорусской мовы хотя бы на перепынках, ну, и на уроках разновлять. Как бы не было такого, что прозвенел звонок, здравствуйте, дети, да, а потом открываем учебники и уже читаем, уже там что-то типа белорусскую. Сама Элла против ярого национализма и за сохранение культуры. В гимназии она организует ежегодный «Венский баль» с традиционными шляхетскими танцами. А для изучения языка рекомендует не совсем обычный курс. Яны не ведают и просто не жидают ведать значения этих простых побытовых слов. Али есть и ты, кто зацекал на удновление своего белорусскоязычного лексикона. Яны кожную сраду сбираются тут, у арт-паби Торвальд, у историческом центре Витебску. Курсы «Мова на новое» активисты запустили в крупных городах страны пять лет назад. Первые три года Витебске изучали грамматику и лексику, потом стали приглашать белорусскоязычных писателей, музыкантов, артистов. Мы это наши, как люди перешли не только отримать некие веды, вот им леку погроматиться, а лепер за все отпочить, найти однодумцев, щиро поразмолять и вось окунуться в такую теплую, сябровскую атмосферу, яку не хапаю, мне сдается, на праце, по усяденности. Они расспрашивают актеров театра имени Якуба Колоса за кулисье и проводят экскурсии по губернскому Витебску. Состав учеников постоянно меняется, но некоторые ходят месяцами и даже годами. Я уже тут хожу на ГТЛ-курсы, отримавливается три года. Тут белорусскомовное сиродзе и оно максимально это шпригорирует. Это просто видеть, как свет для себя чиняешь, бачишь инший опыт проживания, треба сюда ходить. В Украине принят закон о государственном языке. В Латвии даже в русских школах обучение теперь должно идти на латышском. В Белоруссии иная ситуация. Два государственных языка. Но Витебск находится под влиянием русскоязычной среды уже несколько веков. Сформирование или сохранение двуязычия – это, собственно, вопрос решенный, потому что на сегодняшний момент насильно заговорить на белорусском языке – это личный выбор. Сохранение языка на государственном уровне, безусловно, оно будет постулироваться как двуязычие, как равенство, как свобода выбора. Социальная реклама, объявления в городском транспорте, замена указателей и вывесок – политика мягкой белорусизации продолжается. Елена Дедова считает, что язык необходимо поддерживать хотя бы в таком состоянии. Сегодня такая ситуация, что больше мощная в коммуникативных отношениях мовы, а чутерковывают на периферию, больше слабая, и она поширенная во всем свете. Нация, этнос – это, конечно, и агульность территории, правда, это и агульность неких экономичных совязей, культурных совязей. Но есть, что есть нация, что меркует по тем, что есть у ее мова. Исчезнет язык или сохранится – вопрос пока открыт. Но память нового поколения о своих корнях недолговечна. Почва, в которой держатся эти корни, медленно уходит из-под ног. Не случайно никто на улицах Витебска так и не смог опознать ту самую почву в белорусском слове – «глеба». Субтитры создавал DimaTorzok